Почем в школу? Сегодня в Чите на площади борцов революции открылась школьная ярмарка. Одежда, канцелярия, обувь, портфели и многое другое продается в одном месте для удобства покупателей. В этом году было подано 89 заявок от предпринимателей, желающих принять участие в ярмарке. В прошлом для сравнения таких было 80. Юлия Тимошенко прогулялась по торговым рядам и узнала, во сколько в среднем обойдутся сборы ребенка к школе. Опытные родители, уже пережившие когда-то проводы своего чада в первый класс, знают, что сборы в школу влетают в копеечку. А вот тем, у кого значимое событие предстоит уже через месяц, удар по кошельку еще только предстоит оценить. В торговых рядах и предлагаемом ассортименте можно растеряться. Хочется все и сразу, ведь столько всего красивого и яркого. Удержаться от соблазна купить все поможет список необходимого. Первый пункт которого – школьная форма и обувь. Это самая большая статья расхода. Скажите, пожалуйста, первоклашку одеть, как вы думаете, сколько обойдется? Наша русская форма у нас стоит 2400 рублей, а если сарафан – 1200 и блузка – 850. Это в районе где-то в среднем 2500, да? Да, где-то так. Форма для дочки, правда не первоклассницы, обошлась Ольге в 2200. Вполне приемлемая цена, уверена она. Это лишь первая покупка. Надо еще приобрести сумку или ранец. Наталья торгует портфелями на ярмарке уже пять лет. Говорит, при выборе ранцы родители обращают внимание на качество, наличие жесткой спинки и удобных лямок. Но чаще последнее слово – за детьми. А у них критерии выбора свои. Рюкзак я хочу яркий, красивый, красочный и хороший, чтобы надолго. Цена на портфель варьируется от 500 до 1800 рублей. В среднем родители тратят на ранец тысячу. Следующий пункт расходов – канцелярия. Здесь уже суммы разнятся значительнее. К примеру, дневник можно купить и за 90, и за 200 рублей. Цены на тетради также отличаются. С мультяшными героями дороже. Многие опытные родители советуют покупать канцелярию без детей, дабы не потратить больше, учитывая страсть детей к самому яркому, а значит и дорогому. К сумме расходов плюсуем и стоимость учебников и рабочих тетрадей. Если повезет, в школе выдадут бесплатно. Нет, придется раскошелиться еще на пару тысяч. Возможность купить все и сразу, и нередко сэкономив, и дают такие ярмарки. Не, ну по ценам разница есть. Здесь можно даже подешевле найти. И выбор большой, чем в магазинах. Как вы думаете, сколько потратить на сборы в школу? У нас, в принципе, многое, что осталось с первого класса. Ну, не знаю, 5-6 придется. Торговать канцелярией, одеждой и учебниками на ярмарке будут ежедневно с 11 до 18 часов, вплоть до 10 сентября. Пока ажиотажа нет, но ближе к 1 сентября людей прибавится. На предшкольный шоппинг приедут и жители районов. И того, собрать первоклашку к школе родителям со средним заработком обойдется минимум в 6 тысяч рублей. И это не считая расходов на главный атрибут 1 сентября – букета учителю. Будет ли это цветы с дачи или флористическая дизайнерская композиция – решать, конечно, вам. В любом случае, расходы каждый год растут. И это выгодно не только продавцам школьных принадлежностей и одеждой, но даже и банкам, которые специально к 1 сентября предлагают новую услугу – кредит «Собери ребенка к школе». Юлия Тимошенко, Дмитрий Пенигин. Время новостей.